Дорогие друзья, мы сейчас находимся в Махачкале, в Дагестане, в таком прекрасном учебном заведении, Кванториум, это технопарк дагестанский, где дети обучаются, занимаются по различным передовым направлениям, таким как робототехника, IT, веб-разработки, промышленный дизайн и так далее. И сегодня нас здесь ждет встреча с удивительным и интересным молодым земляком, который в свои 17 лет успел прославить родную республику. Приглашаю вас на встречу. 13 ноября в городе Каспийске участвовали победители международного конкурса по искусственному интеллекту и анализу данных Саида Азизова. Конкурс проходил на протяжении всего года. В рамках финального этапа было рассмотрено свыше 200 тысяч работ. 12 ноября демоверсию программы для глухонемых, представленную каспийским школьникам, была признана лучшей и принесла команде победителя 1 миллион рублей. Саида уже встретил глава республики Дагестан Сергей Меликов. У него уже прошли встречи в народном собрании. На него неожиданно свалилась слава, поскольку кроме победы он еще выиграл достаточно значимую сумму денежную. Сколько тебе обозначили? Ну, миллион разделили на троих. Миллион разделили на троих. Это доказывает, то есть это еще один пример, что дагестанцы могут зарабатывать деньги и могут пробиваться вперед через интеллектуальное направление. Саида, у меня к тебе огромное количество вопросов. Скажи мне, пожалуйста, ты школьник обычной каспийской школы. Тебе сколько сейчас лет? Мне 17. 17 лет, 11 класс. Ты не ходил ни в одно специализированное учебное заведение дополнительного IT-образования, искусственного интеллекта. Как ты начал этим заниматься и дошел до этой удивительной победы? Ну, я был вдохновлен фильмами, после чего начал заниматься программированием, а именно в сфере веб-разработки. А после мне захотелось чего-то более значимого, то есть какой-то области, которая еще будет развиваться, и поэтому около года назад я начал заниматься именно искусственным интеллектом. Подожди, а как ты занимался программированием и тем более искусственным интеллектом, который для нас является недосягаемой сферой, если ты фактически самоучка, я так понимаю? Да, ну, в интернете есть много ресурсов. Это различные курсы бесплатные, а также есть очень много книг. То есть ты специально садился за компьютер, искал эти курсы, искал эти ресурсы, занимался. Вот у меня у самого дочка твоя ровесница, она тоже в 11 классе. И я бы задал ей много вопросов, что ты делаешь за компьютером? День и ночь, что ты там делаешь? Объясни мне. Ну, наверняка тебе отец задавал эти вопросы. Да, в первое время родители тоже как бы побаивались то, что я их обманываю, тратил время за играми. Но позже, получается, увидев то, что продолжительное время я как бы читаю книги и занимаюсь полезным делом, они перестали меня ограничивать. Удивительно. Я бы тоже подумал, что мой ребенок сидит за непонятно каким времяпровождением. А сколько лет у тебя заняло вот это вот погружение в эту новую для себя сферу и получение должного уровня знаний, что ты дошел до чемпионского звания? Около двух лет. То есть два года ты самостоятельно занимался, подписывался на какие-то рассылки, занимался дополнительными курсами. Какие ресурсы? Посоветуй нашим землякам, куда нужно заходить и где нужно заниматься этим. Ну, я читал книги в Телеграме на различных каналах, искал на Ютубе различные курсы. А также есть очень полезный ресурс, такой как Степик и Курсера. Там можно бесплатные курсы. Очень интересно. Я так понимаю, что это ресурсы онлайн-образования. И в современном мире онлайн-образование становится все более популярным. Ведущие университеты Oxford, Cambridge, Harvard, Massachusetts, они постепенно переводят свои многолетние, даже вековые учебные программы, оцифровывают, переводят их онлайн. И сегодня любой из вас может подписаться онлайн на какие-то образовательные курсы Cambridge, Harvard, Oxford, пройти обучение за небольшую плату. Это гораздо дешевле, чем ездить туда учиться в Британии или в США. И получить сертификат Cambridge, Oxford, Harvard о прохождении того или иного курса. Будь то аудит, юриспруденция, будь то IT-разработки, технологическое направление, математика, история и так далее. Ну, давай вернемся сейчас, Саид, к твоим увлечениям. До этого международного конкурса ты попадал на какие-нибудь другие конкурсы? Нет. Это был первый, и ты сразу выиграл? Ну, да. Удивительно. А как? Ты вот сразу выехал в Москву, наверняка ты поехал с одним из родителей. С кем? Да, это была мама. С мамой поехали. Как проходил сам конкурс? Расскажи, пожалуйста. Ну, собственно, в Москву мы ехали уже на репетиции. Да. А весь конкурс, как бы вся часть связанная с программированием, проходила в онлайн формате. В онлайн формате. Да. То есть это было из гостиницы или из дома? Это из дома. Из дома. Твой продукт что напоминал? Ты создавал искусственный интеллект для чего? Для таких, не знаю, колесных роботов, андроидов, человекоподобных роботов. Для чего? Получается, мы разрабатывали искусственный интеллект для приложения сурдопереводчик. То есть наше приложение может переводить язык жестов в текст. А, то есть вот этот сурдоперевод, который мы видим по телевизору, да? Да. Когда для неслышащих людей новости переводят в язык жестов, и ты разработал программу, приложение на базе искусственного интеллекта, который переводит язык жестов в текст. Да, все верно. Удивительно. А как это? Это схватывается камерами какими-то, фиксируется движение человека и переводится в текст, да, на русском языке? Да. То есть для работы приложения нужен лишь, ну, довольно-таки немощный компьютер и камера. Замечательно. Давай пойдем дальше. Мы с тобой заглянем в другие классы. Саид, проходи. Это класс Кванториума, посвященный аэромоделированию. Здесь дети делают модели самолетов и даже беспилотников. Вот здесь на стеллажах представлены квадрокоптеры. Что удивительно, их корпуса вырезаны из фанеры. К ним приделаны такие моторчики. Это то, чем я занимался в детстве. Я имею в виду авиамоделирование, тогда беспилотников еще не было. Я, честно говоря, завидую вашему поколению, при жизни которого появилось столько интересных направлений. Теперь давай вернемся к твоим разработкам. Я хотел бы спросить, может быть, у тебя семья занималась программированием? Может быть, у тебя отец, мать работают в сфере IT? Может быть, они учителя математики, информатики? Как вообще тебе пришла в голову идея заняться вот этим направлением? Ну, отец мой работает в различных сферах, но они никак не связаны с программированием. А вот мать работает оператором 1С. А, понятно. То есть она в бухгалтерии? Да. Пойдем еще посмотрим здесь. Скажи, пожалуйста, Саид, вот расскажи нам про этот конкурс. Что он из себя представлял? Это вот конкурс Сбербанка. Почему Сбербанк? Каким образом Сбербанк вообще связан с искусственным интеллектом? Ну, на самом деле, искусственный интеллект сейчас – это тема очень развивающаяся. Да. И любая большая компания стремится, получается, преуспеть в этой гонке. Да. И, скорее всего, поэтому… Сбербанк, я знаю, вкладывается много в тему искусственного интеллекта. Он развивает собственную экосистему. У них даже сейчас собственная служба доставки еды. Насколько я понимаю, они пытаются беспилотные такси развивать в Москве. И они курируют направление по перспективным разработкам. И даже вот проводят российские международные чемпионаты. И, что удивительно, ты первый раз поехал, ты выиграл этот международный чемпионат. На тебя сразу обратили внимание. Ты общался с Германом Грефом и даже с Владимиром Путиным. Саид у нас из небольшого городка из Дагестана, из Каспийска. Он ученик 11 класса. Здравствуйте. В нашем небольшом городе нет таких образовательных организаций, как, например, в Севастополе, Кванториум и Технолидеры. Не проводятся соревнования в сфере IT и в робототехнике. Это очень обидно. Я знаю, что по вашему указу был создан прекрасный учебный центр «Сириус» в Сочи. И, собственно, вопрос. Не планируется ли в небольших городах создание подобных учебных центров или может быть какого-либо единого онлайн ресурса, на котором каждый желающий сможет обучиться основам программирования искусственного интеллекта абсолютно бесплатно? Да. Вот что касается Кванториумов, то действительно сеть подобных структур развивается, и мы будем делать это дальше. Что касается Каспийска, город замечательный, и давайте отдельно поговорим, что Дагестан этого заслуживает, чтобы, не откладывая в долгий ящик, решить эту задачу в самое ближайшее время. Ну, с Германом Оскаровичем мы разговаривали в основном о репетициях. Так. То есть он нас поправлял, говорил, что где исправить. А с Владимиром Владимировичем я им задавал вопрос. Это была финальная какая-то встреча участников международного конкурса, да? Да. И твой вопрос был связан с чем? С образованием в нашей республике. Да, то есть ты, вырвавшись в Москву, тем не менее Дагестан не забыл и задал первому лицу государства вопрос именно о развитии дополнительного образования в Дагестане. Спасибо. Это было, честно говоря, с твоей стороны очень некрасиво и достойно, и Дагестан это оценил в твоем юном возрасте, обратить внимание на проблемы развития республики. Скажи, пожалуйста, как тебя здесь встречали? Какое внимание на тебя вдруг обрушилось со стороны местных СМИ, властей? Встретили меня просто крайне тепло. Я был этому удивлен. В аэропорту Саида Азизова встретили родственники, педагоги, друзья и в Рио министр образования Республики Дагестан Яхья Абучаев. Когда я приехал, я не ожидал этого. Когда я вышел из самолета, меня ждали, в общем, министр образования. И различные представители этого заведения. То есть из кванториума, из этого люди, представители, руководство тебя тоже встречало? Да. Я, честно говоря, разговаривал с руководством. Они мне говорили, что ты, твой пример вдохновляет детей. Пойдем. Вдохновляет детей, которые занимаются здесь кванториуми, что они тоже хотели бы повторить путь твоего успеха. Что бы ты хотел пожелать своим ровесникам и школьникам младше тебя? На что сделать акцент, чтобы добиться примерно такого же успеха? Ну, я бы посоветовал вам слушать родителей в первую очередь. Но если ты знаешь, чего ты хочешь, и ты уверен в том, что твоя цель, получается, несет благо общества, то нужно прикладывать все усилия, которые ты можешь приложить. Нашел. А скажи, пожалуйста, как бы ты изменил Дагестан? Вот тебе сейчас дали власть. Как бы ты хотел изменить Дагестан в ближайшем будущем на основе того опыта, который у тебя появился? Ну, на самом деле, я бы дал упор на развитие и распространение, масштабирование подобных проектов. То есть, когда я начинал свою деятельность в программировании, то есть, в моем городе, допустим, того же самого Кванториума не было, а был IT-клуб, но там в основном были ребята помладше. И, следовательно, мне пришлось учиться самому. Да. Да. И, да, я бы дал упор на развитие технологий, скорее всего, потому что... Сегодня по всему миру развиваются огромное количество технологий. Беспилотные такси уже, даже летающие такси фактически работают в Дубае. Какие-то роботы встречают туристов в крупнейших городах этого мира. Искусственный интеллект введен в Москве. Это система распознавания лиц. И я думаю, если бы в Дагестане родители, власти, кураторы сферы образования сделали бы акцент, упор на подготовку таких специалистов, талантливых ребят, как Саид, у нас в Дагестане тоже скоро появилось бы летающее такси. И, кстати, присаживайся, примерься к этому симулятору. Я так понимаю, что это симулятор для обучения управления самолетом. Вот примерно в таком, значит, простейшем исполнении схема возможного будущего летающего такси в Дагестане. И я думаю, что Саид и другие ребята, подобные ему, которые здесь в Кванториуме обучаются, в скором будущем могли бы изменить Дагестан, если у нас появится столько же Кванториумов, IT-парков, сколько у нас есть спортивных клубов практически в каждом селе. У школы мы заговорили о борьбе, о единоборствах. Я хотел бы озвучить тот факт, который я узнал от отца Саида. Он, оказывается, не только преуспел в искусственном интеллекте, но он еще успешно занимался борьбой. У тебя дома сейчас огромное количество медалей, огромное количество кубков, которые ты завоевал на ковре, и ты оставил. Вот теперь скажи, почему? Ну, мне показалось, что, во-первых, программирование для меня больше подходит, потому что это область, в которой можно бесконечно развиваться, и она мне больше нравится. Ну и потом в Дагестане просто огромное количество чемпионов по вольной борьбе, а чемпионов по искусственному интеллекту нет. И ты стал первым чемпионом Дагестана по искусственному интеллекту. Вот что значит вовремя принять правильные решения. Это не значит, что не нужно заниматься спортом. Это говорит о том, пример Саида тому, лишнее подтверждение, что надо умело, грамотно сочетать занятия спортом и занятия интеллектуальной сферой, интеллектуальными направлениями развития. Машалла, Саид, ты в этом тоже нам показал очень хороший пример. Я думаю, что отцы, матери Дагестана, учителя, тренера будут ориентироваться на этот пример. Причем это то же самое, о чем говорил Хабиб, когда он сказал, что в Дагестане не хватает школ качественных, в том числе и образовательных центров дополнительного профиля, который ориентирует детей на получение современных прорывных специальностей. Саид, мы сейчас заходим в еще один класс этого кванториума, называется он «Виртуальная реальность». Ты посмотри, сколько здесь занимаются детишек. Я так понимаю, они все кадеты из нашего Дагестанского кадетского корпуса. Нас встречает Марина Гаджиева, преподаватель дисциплины, наставник, преподаватель «Виртуальная реальность». Скажите, пожалуйста, чем здесь занимаются дети? Дети сейчас обучаются только первый базовый модуль, они занимаются пока что 3D-моделированием, дальше они переходят на другую программу Unity, это игровой движок, они вскоре будут создавать свои игры, приложения, виртуальные дополнения. Виртуальную вселенную? Да, да, то есть если дальше ученик переходит на другой модуль, там уже, конечно, посложнее, и может уже создавать свои какие-то проекты, выступать на соревнованиях. Слушайте, это звучит удивительно для Дагестана. Робототехника, виртуальная реальность, хай-тек. Для Дагестана настолько непривычно в мире вольной борьбы, MMA, UFC и так далее. Здесь рождается новое будущее Дагестана. Я думаю, вы знакомы с Саидом, это наш молодой чемпион. На сегодняшний момент гордость Дагестана. Немножко пройдемся мы по вашему классу. Саид вот как раз, наверное, начинал, как эти ребята, за компьютерами. Говорит, что самостоятельно осваивал азы искусственного интеллекта. И я думаю, что наряду с ним вот тот путь, который он прошел, может пройти каждый из вас. Каждый из вас, начиная за этим компьютером, тем более в таком прекрасном центре, может прославить родную республику большими достижениями. И, может быть, изобретет что-то, нечто новое. Саид, скажи мне, пожалуйста, вот напоследок я тебе хочу задать вопрос. Вот эта слава, которая на тебя свалилась, у тебя берут интервью, тебя приглашает Сергей Меликов, депутат Народного собрания. Она тебя не отвлекает сейчас от учебы? Ну, конечно, времени стало немножко меньше, но, в общем, процесс тот же самый. Процесс тот же самый. Слава не ломает? Навствуй не разгоняет? Нет. Эго. Ну, смотри, это одно из сильнейших испытаний, которые Всевышний приготовил людям. Деньги, власть и слава. Дай вам, чтобы у тебя хватило внутренних сил, веры, поддержки родителей и близких, чтобы пройти это достойно и получить уже высшее образование. Я предполагаю уже, куда ты собираешься поступать. Это место называется... МФТИ. МФТИ – это московский физтех, один из сильнейших в мире технических вузов, который соревнуется с американским Массачусетским технологическим институтом, где разрабатываются самые современные штуки в мире высоких технологий. Мы пожелаем успеха нашему брату Саиду. У него, на самом деле, в этом году ЕГЭ, ему нужно готовиться к сдаче экзаменов на очень высоком уровне, потому что в МФТИ очень высокие баллы. Из трех экзаменов нужно набрать почти 300, ну где-то 290 баллов и даже больше 300. То есть какие-то конкурсы нужно выигрывать, какие-то чемпионаты. Я думаю, что у нашего брата Саида есть все шансы поступить и стать одним из лучших специалистов в своей области в России. Искренне тебя благодарю, Саид. Я бы хотел попросить наших ребят, будущие офицеры, защитники Родины, и давайте скажем нашему чемпиону дружно. Салам алейкум! Машаллах! До скорых встреч, Саид. А дальше в следующий класс мы уже пойдем без Саида, отпустим его готовиться к поступлению в МФТИ. Как я уже говорил, сегодня большинство детей этого кванториума находится на чемпионате по робототехнике. Но тем не менее мы застали класс промышленного дизайна, где детки сидят, занимаются. С нами Патимат Магадова, один из преподавателей данного технопарка. И я хотел бы спросить, сколько детишек здесь занимается, по этому направлению, и что они здесь делают? Каждая группа, то есть у нас делятся три смены, в каждой смены бывают по 12 детей. 12 детишек. А что такое вообще промышленный дизайн? Это вот они для фабрик, заводов что-то разрабатывают или бренды разрабатывают? Промышленный дизайн, то есть он отвечает за весь предметный дизайн, который вокруг нас существует. То есть каждый предмет, которым мы прикасаемся, с которым мы, скажем так, действуем, то он создается именно промышленными дизайнерами. Я прошу прощения, я хотел бы обратить внимание на соседство бабушкиного утюга, куда насыпались раскаленные угли и современный утюг. Вот это и есть пример разработки промышленного дизайна предметов, которые нас окружают в повседневной жизни. Да, именно так. Это может быть стул, компьютер, утюг, все предметы бытовой техники. И вот сейчас дети, например, вот девочка сидит, усердно рисует, вот они какие эскизы разрабатывают, и кто ставит им задание? Для начала они делают больше копий. То есть прежде чем начать создавать свои собственные эскизы, они должны понять, как правильно их создавать и из чего они, в принципе, образуются. То есть для начала им дается уже готовый вариант эскиза, и они его копируют. Уже в дальнейшем, когда они нарабатывают свой опыт, свои навыки, они уже делают что-то свое и создают свои собственные проекты, свои собственные эскизы. Вот здесь, например, как бы копии куба, да? Да, здесь сначала они делают копии. То есть им дается именно поэтапная работа, чтобы они понимали, с чего начинаются задачи вообще и на чем можно закончиться. Понятно. А скажите, пожалуйста, вот здесь, я так понимаю, что это 3D-печать, 3D-принтер? Здесь есть и 3D-принтер, и 3D-ручка. То есть вот эти вот элементы, они отвечают вот этому все. Это 3D-принтера. А вот это, то есть то, что где каркасные и видны, скажем так, больше швы, у нас 3D-ручка. То есть это уже первые поделки наших ребят, которые осваивают современные подходы к изготовлению макетов. Да, то есть это их первые прототипы, то есть готовые работы для того, чтобы они начали работать. Хорошо. А вот скажите, пожалуйста, вот на этой стене представлены образцы. Это такие яркие образцы, можно, кстати, показать, яркие образцы каких-то смелых, новаторских дизайн-решений, да? Да, то есть чтобы дети наглядно могли видеть, к чему стоит стремиться и что можно создавать, причем долгих усилий и работы. Машал, а какого возраста уже приходят сюда дети в ваш технопарк? Чаще всего приходят дети, наверное, от 12-13 лет, но в общем они от 10 до 17 лет. От 10 до 17 лет по всем направлениям, да? По всем направлениям. Я так понимаю, у вас есть робототехника, у вас есть IT, у вас промышленный дизайн, аэроконструирование, моделирование. И IT. Понятно, понятно. Можно ли с детьми побеседовать, задать вопросы, кто чем занимается и что хотели бы разработать? Да, конечно. Детки, можете повернуться к нам? Скажите, пожалуйста, кто из вас чем интересуется? Вот какое направление, допустим, разрабатываешь? Тебе что больше интересно в плане дизайна? Ну, в плане дизайна, наверное, удобство обществу. Ну, какие предметы ты хотел бы разрабатывать? Машины, мебель, компьютеры? Наверное, технологические компьютеры, гаджеты. Гаджеты. Как зовут тебя? Медив Джабраил. Джабраил, очень приятно. Наша маленькая сестра? Ну, наверное, дизайн сайтов каких-нибудь, что-то. То есть это уже веб-дизайн? Да, что такое. Веб-дизайн. Понятно. Зовут вас? Арина. Арина, очень приятно. Абдулла меня зовут. Как? Мамаев Абдулла. И я интересуюсь интерьером и рисованием дома. То есть внутреннее убранство дома? Да, не только, и снаружи тоже. То есть ты уже для родителей какие-то решения предлагал? Ну, как бы, да, мне тоже спрашивать иногда. А, замечательно, замечательно. Сестра наша сидит? Меня зовут Аща, я бы хотела заниматься дизайном интерьера. Дизайн интерьеров тоже. Я так понимаю, у девочек очень сильно интересует окружающая красота. Вас зовут? Ева. Я бы хотела заниматься графическим дизайнером. Это, например, дизайн каких-то обложек, вывесок, магазинов. А, понятно. Почти как рекламная продукция, как оформление и так далее. Вас? Меня зовут Амина. Я хочу дизайн интерьера. Дизайн интерьера. Смотрите, девочки, они очень практичные. Их больше интересует окружающее убранство. Я думаю, что это очень для Дагестана востребованное направление. В наше время? Да. Да. Спасибо вам большое. Мы тогда продолжим беседу. Я хотел бы показать кадры с чемпионата по робототехнике, где сейчас находятся воспитанники данного технопарка. Кванториум 05, страница данного образовательного учреждения в Инстаграм. Вы можете сами тоже смотреть, следить за их обновлениями. Ну а сейчас ныряем чемпионат по робототехнике. Спасибо. 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 Я участвую в соревнованиях третий год. Мне они очень нравятся. Цель была забрать робота и запрограммировать его так, чтобы он вынес соперников из круга. Спасибо моему наставнику Шахабазу Камадову за подготовку и организаторам за это прекрасное мероприятие. Спасибо. 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 Спасибо.